Рыков Один мой посетитель сайта спрашивает А вот Рыков, вы чем-то недовольны в его теории? И отвечать нужно, конечно, развернуто, долго И я, собственно, даже и не готов отвечать Потому что материал, собственно, я предполагаю собирать Но если отвечать коротко, то вот в чем Рыков работал в Институте физики Земли Он защитил кандидатскую на теме сейсмических Создавал приборы для фиксации каких-то сейсмических явлений Вот, то есть волны распространяются во время, значит, землетрещения Их поймать, эти волны Определить глубину вот этого возмущения земли где-то там Глубоко, глубину и область И, конечно, интенсивность замерить Вот этим он занимался Но полез в квантовый механик Вот почитать работы 2001 года, 2003 Их полно, там много, значит, этих работ Он занимался вот этим Вот, занимался Я даже немножко залазил в ту еще тему Типа, как возникла Вселенная и так далее В результате большого взрыва Вот у него отсюда были черные дыры Он там об этом говорит А я-то как-то, что я говорю? Нет, это все нас не интересует Нас интересует совсем другой эфир есть И, ребята, смотрите тему, значит Как быстро меняется мир И там рассказывается о эксперименте Саньяка Говорим, что вот эти все дроны Летают на принципе лазерных вот этих Интерферометрах То есть у кого есть сомнения Только у каких-то очень больших невежд Которые могут еще вспоминать Значит, эффект Ой, эффект Этот самый Эксперимент Эксперимент Маккельсона Морли Вот 800 Ну, в общем говоря Позапрошлого века Кому сейчас это интересно? Это неинтересно никому Так, теперь по поводу вот Загадки Бьюста Нефертити Я ведь что? Я взял эту тему для того, чтобы потом перейти Вот А вчера погулял по интернету Посмотрел Господи Она есть Этот фильм есть Вы найдете Кино Я что удивился Он Там размещен в пару Пара мест Есть Ну, находит Google Погуглите Найдете Это Загадки Бьюста Нефертити Французский фильм Он не переведен Я его тоже Не перевожу Так Обзорно Лихорадочно Вспоминая Что ж там было А у меня есть Сайт Я даже сейчас не хочу Сайты На сайте есть Страницы Там очень подробно Это все разбирается Ну, да А Самое главное Вот, значит Фильм этот В интернете Вы посмотрите Размещили В январе Вот Этого года Шестнадцатого года Кто-то заинтересовал И что мне поразило Никто не заходит Туда Там нет Ну, по-моему Сотни Да сотни нету Сорок, что ли Человек там Заходило Сорок Обращений Один там Сказал нет Ну, палец вниз Значит Его Не понравилось Это самое Как рассуждает Стерлинг 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 Вот так его Кажется Анри Стерлин Этот французский Скептик Вот Причем я помню Тогда еще Вот В 2011 Году Кажется Его фильм-то вышел Я уже не помню Значит Тогда никто Не смотрел Сегодня Тем более Никого Не интересует Это не А ты Начинаешь Я сам вижу По Заходу На 67 Тему 67 Часть Никого Уже Там нет Давай Переходи К эфиру Там Парень Спрашивает Я вот Говорю Спрашивает Чем Твоя Твой подход К эфиру Теория Эфира Отличается От Рыкова Чем ты там Недоволен Что так там Вопрос Да вот Как раз Тем Что у меня Другой Совершенно Я обращаюсь К космосу У меня Эфир Не вот это Вот Где-то там Спорить С современными Релятивистами По квантовой Механике И так далее Заладит Вот это Он Куча там Математических Выкладок Дает Ну В основном Числовых Таких Каких-то Расчетных Намекает На то Что ребята Тут Вещество Вот Смотрите Есть Эксперимент Там Значит Есть Эксперименты Подтверждающие Что Ну Рождается Позитрон Электрон В результате Получения Энергии Такой-то Не помню Какой Значит Дело В том Что И это Уже Никого Рыков Никого Не интересует Потому что Он оттуда Пошел А сам Работал В физике Институте Физики Земли Так вот Эту тему Институт Физики Земли Я вот сейчас Говорю Что Земля На самом деле Самое Интересное Так Значит Я сейчас Уже Не помню Тоже Какая часть Найдете Значит Перешел На Луну И внимательно Посмотрел Ударных Кратеров Там Если есть Мало-мало Вот Я сейчас Начну У меня там Есть Заготовки Я сейчас Пущу Сразу Там Минут на Десять Ролик Вспоминать Вот эту Самую Луну Я очень Внимательно Долго-долго Смотрел Значит На эту Луну На ее Поверхность И Вот что Я там Обнаружил Это Плазменная Заряженная Плазма Пыль Какая-то Частицы Какие-то Крупные Мелкие Их содержание Наверное Анализировалось Вот этими Аппаратами Начиная Там Японцы Запустили Аппарат На Луну Туда Такой Близко Снимает Они Установили Что Большинство Кратеров Вулканического Происхождения Ну я уже Не говорю О нашем Козыреве Вот эту Всю историю Вы знаете В общем Так Перехожу Сейчас Вот на эту Тему Давайте Я это Выключу И ее Включу Найду У себя Там В интернете Выложен ролик Посвященный Эволюции Луны Фильм Демонстрирует Что сегодняшний Вгляд На историю Существования Нашего Естественного Спутника Придумали Не члены Комиссии Круглякова Гинсбурга По борьбе С лженаукой Очевидно Они опирались На традиционное Представление Сложившееся В астрономии Лет Двести Назад Когда Через Телескопы Можно было Разглядеть Кратеры Тогда Большинству Астрономов Стало Придерживаться Мнения Будто Кратеры Возникли В результате Падения Метеоритов На поверхность Луны С момента Зарождения Солнечной Системы Хаоса Было Побольше Значит И падение Метеоритов Происходило Почаще В наши Дни Система Стабилизировалась Хаоса Стало Поменьше Значит И метеоритов На Луну И другие Объекты Стало Выпадать Поменьше Вам Сейчас Показывают Ориентировочные Периоды Эволюции Сначала Сформировались Обширные Площади Лунных Морей После Появляются Кратеры Сначала Большие Ближе К нашему Времени Маленькие Можно Верить Этим Срокам Этим Этой Последовательности Этой Эволюции Не знаю Вряд ли Это был Показан Фрагмент Из Части 13 Серии Эфир Значит Космические Струи Она Называлась Вот Значит Вы Ее Видели Смысл Такой Все Луна Включая Создавалась Из Каких-то Обломков Кусков Которые Вот Хаотически Вращались Вокруг Квази Солнца Про Солнца Какого-то Сгустка Звезды Звезды Солнца Вот Сейчас Я хочу Включить Еще Один Фрагмент Не знаю Я его Включал Или нет Короче говоря Он показывает Что Так Вот Вспышка Вспышка Это Линия Тени Дня Луна Масштаб Увеличиваем 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 И Что Это Было Это Было Падение Вот Небольшого Видите Метеорита Вот Он Тут Выглядит Так Разберемся В названиях Аристарх Он Называет Самый Большой Кратер Который Окружен Многочисленной Группой Маленьких Кратеров С Таким Ж Названием Аристарх Но С Добавлением Латинской Буквы Внизу Этой Фотографии Мы Видим Аристарх С Буквой H Чуть Выше Аристарх F Левее Аристарх N И Далее Аристарх О С Геродотом Аналогично В Левом Нижнем Углу Карты Находится Геродот А Внутри Геродота На Границе Этого Кратера Геродот Н Выше Геродот К И чуть Правее Геродот Ж Который Называет Еще Головой Кобры Который Имеет Хвост Хвост Образовался Ввиду Истечения Магматической Лавы Из Головы Кобры Кратеры Геродот Ж Последний Возможно Соединен С кратером Просто Геродот Без Буквы Который Заполнен Лавой Все кратеры Заполненные До краев Лавы Не имеют Лучей Как Например Кратер Платон Кратеры С горкой Посередине Как правило Имеют Лучи О чем Это говорит Это говорит О том Что Лава Вытекала Из Кратера Без Большого Напряжения Когда Как Песок Маленькие Камешки И особенно Большие Камни Выходили Из Жерла Наружу Под Большим Механическим Напряжением В зоне Нахождения Силовых Полисов И Силовых Линей Скапливается Электрически Заряженная Плазменно Пылевое Вещество В самом деле Чтобы Вытолкнуть Из Жерла Кратера Тихо На самый Верх Высокой Горы Многотонную Глыбу Потребовалось Колоссальное Напряжение Поэтому Вокруг Этого Кратера Сосредоточено Максимальное Количество Светящейся Материи На этой Картинке Слева Перечислены Моря Озера Заливы Одно Болото И Один Океан В самом Низу Названы Три Лучевых Кратера Коперник Кеплер Тихо И три Кратера Залитых Лавой Гримальди Платон Эндемион Диаметром Показав Показав Две Грубо Схематических Карты Эту И Эту Приведем Сейчас Две Фотографически Точных Карты Одну С указанием Картографических Объектов Другую Без Названий Она Демонстрировалась В предыдущих Фильмах КП-56 И КП-57 Теперь Вы можете Самостоятельно Сделать Скрипшоты Чтобы Иметь Под рукой Необходимую Информацию Для этого Собственно И была Выполнена Эта Работа Суть Моей Теории Лучше Всего Демонстрирует Луна Обратите Внимание На ярко-белые Кратеры От которых Расходятся Лучи Таким Лучистым Кратером Является Например Кратер Альфонс Где В конце 50-х Годов Николай Козырев Зарегистрировал Выход Вулканических Газов К этой же Группе Возбужденных Кратеров Относятся Кратеры Аристарх Коперник Гассинди И многие Другие А например Кратер Платон Вверху Практически Не светятся Какие-то Возвышения Горные Хребты Ничего Подобного Непосредственно На лунном Грунте Нет Лучи Зависают В Окололунном Пространстве Вблизи Поверхности Нашего Спутника Чем Образованы Лучи Тонкодисперсным Плазменно-пылевым Агрегатом О котором Рассказывал Еще во второй Части Фильма Эфир Который Назывался Модель Атома Томпсона И Пылевая Плазма И о чем Мы напомнили Недавно В КП-56 Топология Планеты Лун Там Показывались Картины Упорядоченного Строения Плазмы И Плазменно-пылевой Материи И Доказывалось Что Вот эта Упорядоченная Система Она Диктуется Кристаллическим Эфиром Наэлектролизованная Пыль Выглядит Почти Белой И Она Располагается По линиям Механического Напряжения Создается Видимость Что Кратер Окаемлен Лучами Эти белые Лучи Создают Впечатление Что Кратер Ударного Происхождения На Многих Фотографиях Как бы Искусственно Усиливают Вот эти Светлые Лучи Но Мы видим Что Они Не Прямые Они Часто Искажены Часто Искривляются Это Это Как раз От него От него Никаких Лучей Нет На Предыдущих Картах Видели И Тихо Самый Нижний Кратер Это Самый Такой Как Говорится Лучистый Кратер То есть От него Идут Вот Очень На много Тысяч Километров Вот Такие Светлые Полосы Вот Ну И промежуточные Вот тут Коперник Видим Птоломей Альфонс И так далее Значит Они Все Должны Быть Звездочные А Здесь Мы Не Видим Отчего Это Зависит Яркость Свечения Кратеров И Лучей Зависит От Угла Падающего Солнечного Света Так Что Один И тот Же Кусочек Поверхности Может Выглядеть По-разному Например Стенка Кратера Аристарх В зависимости От Падающего На него Света Может Выглядеть Серебристым Ярко-белым Цветом В другой Раз При Другом Положении Солнца Та же Самая Сценка Выглядит Темной На этой Фотографии Как-то Неестественно Блестит Склон Горы В центре Тихо Гора Наспная А блестит Она Как Гладкая Твердокаменная Скала Ясно Одно Каменистая Почва Сформировалась В результате Выдавливания Уже Затвердевшей Породы Процесс Похож На образование Потомского Кратера Выход Грунта Происходил Многократно В разное Время И в разных Местах Если по центру Насыпалась Горка То Следующий Выход Грунта Происходил Не точно По центру А чуть В стороне То есть Основной Канал Выдавливания Камней Не смещался А газовое Сопло Немного И смещалось В поисках Более Слабого Места В итоге Центральная Горка Имела Несколько Насыпных Вершин Говорить же О падении Камней Сверху Здесь Не приходится Все Что мы Видим На поверхности Луны Это Результат Геологических Процессов Самой Луны То Что Происходило На Луне Не сильно Отличается От горообразования У нас На Земле Или Скажем На Плутонии Вулканический Процесс Может Происходить В любом Месте Не обязательно Где-то В районе Каменного Грунта Тогда Нет Камней Рядом С кратером Они не Выбрасываются Но Наличие В центре Кратера Горки Надежный Признак Что Это Все-таки Кратер Вулканического Типа А не Ударного На спутниках Других Планет В частности На спутниках Сатурна Мы Видим Несколько Кратеров Которые Имеют В центре Вот такие Горки Сатурна Тут Надо Обратить Внимание Что Многие Спутники Сатурна Небольшого Диаметра И мы Видим Что Кратер Собственно Не Имеет Такой Глубины Мы Видим Бортик Валик Вокруг Вот этого Центрального Извержения Какого-то Вещества И Вот этот Валик Он Находится На большом Расстоянии От этого Центра Вещества Но При ударе Была бы Глубокая Выемка А здесь Кривизна Сферичность С поверхности Спутника Не нарушается Топология Спутников Сатурна Япетус Мемас Дион Тетис Уникально Это Небольшие Спутники И Кратеры Вулканического Происхождения По сравнению С диаметром Самих Спутников Сопоставимы То есть Получается Что Кратер Покрывает Поверхность Спутника Таким образом Что Не нарушается Кривизна Поверхности То есть Дно Спутника Совпадает С поверхностью Есть 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 Валик От этого Кратера Особенно Удивительным Является Япетус У него Вот этот Валик Кратера Проходит По экватору То есть Имеет Вот Длину Охватывает Полностью Этот Спутник Япетус Как это Возможно Вещество Спутника Этого И других Это Область Возбуждения Эфира Который Поставляет Из Вот Эфира Массу Мы знаем Рыков нам Объяснил Что Из Эфира Можно Получить Электроны Патитроны Но Также И Атомы Водорода Там Газов Других Серу Воду Тяжелые Элементы Ведь Есть Элементы Уран Там Тяжелые Свинец И так Далее Они есть На Луне На Земле На других Планетах И астероидах Откуда Все это берется Нарождается Из Вакуума Физического Эфира То есть Вот эта стена Япетуса Она Образует Собственно говоря Кратер Это валик Кратера Большого Огромного Который Масса Вот этого Япетуса Объем его Увеличивался Со временем Нарождался А валик Растягивался Так происходит Расширение Земли Вода Образуется Из Трещин Океанических Это Тоже Есть Такая Теория Мы Ее Не считаем Какой-то Абсурдной Вода Не всегда Была На Земле Теперь На что Еще Хочется Обратить Внимание Вот В нашем Вот таком Вводном Что ли Файле Где мы Рассказываем Вот О Вулканическом Характере Вот Возникновение Кратеров А не В результате Падения Метеоритов Астероидов И комет Значит Вот Например Лучистый Кратер Лучистый Кратер Вот Мы Тут Видим Вверху Это Аристарх Потом Кеплер И Значит Коперник Рядом Вот Тут Посередине Примерно На экваторе Вот Они Хорошо Видны Вот Здесь Еще Они Как-то Так Выдлены Я уж Не знаю Фотографии Или Это Нарисовано Видимо Как-то Вот Так Изобразили Чтобы Подчеркнуть Характер Лучистых Лучей Вот Но Это Лучи Это Не Самое Тут Главное Что ли Подчеркивать Что Возникает Значит Не В результате Утора А в результате Напряжений Механических Напряжений Которые Собирают Вот Эти Плазменно Пылевые Частицы И Свет А что Еще На Что Еще Можно Обратить Внимание На Вот Характер Что ли Самих Кратеров Очень Много Кратеров Которые Вложены Друг Друг Вдруг Я Вот Сейчас Показываю Вот Эту Картинку Она Смотрите Как Тут Получается Вот Красные Обведенные Кратеры Это Лучистые А Вот Белые Это Такие Двойные Что Ли Системы Ложенные Друг Вдруга Наверху Вот Большой На середине Это наверное Самый Кажется Большой Вот И здесь Поменьше В районе Кратера Экватора Вот Потом Показаны Синие Вот Три Круга Это Так сказать Очень Темные Вот Просто Налита Магма И вот Это все Море Оно Магматического Характера Вот Это надо Иметь ввиду Вот Здесь Топографическая Карта Смотрите На ней Очень Хорошо Видно Вот Эти Вложенные Друг Друга Кратеры Их Тут Намного Больше Чем На предыдущем Случае И очень Показательные Хорошо Видно Вот Этот Самый Крупный Кратер Который Тут По-моему Три Можно Насчитать Таких Кольца То есть Вложенные Вложенные Вот Ну Что Мы Видим Вот Допустим На Марсе Такие Тоже Вложенные Друг Друга Кратеры Они Есть Мы Их Видим Так Ну Что Показать Еще Вот Смотрите На Спутнике Юпитера Калиста Значит Вот Тут Тоже Такие Похожи Кратеры Ну Один Большой Кратер Вот У него Из центра Волнами Расходятся Не Какие-то Там Плазменно-полевые Частицы А Сама Почва Тут Явно На поверхности Непосредственно Вот Это Рябь Ну Есть Белые Такие Светлые Очень Светлые Тоже Возможно Здесь Они Тоже Собирают Какие-то Плазменно-полевые Частицы И Высвечивают Вот Ну Калиста Ну Конечно Наверное Самое Тут Интересное Это Конечно Марс Мы Показывали Марсианскую Поверхность Была У нас Топология Марса Целый Файл Я Тут Призывал Присматриваться Внимательно Как он Образован Какую Тут Роль Играли Какие-то Ударные Вот Такие Воздействия На поверхность Марса Если Смотреть На Красную Планету В телескоп Можно Увидеть Вся Ее Поверхность Усеяна Кратерами Фотографии Желтого Цвета До Сих Пор Считается Что Большинство Из Них Ударного Присхождения Однако Снимки Поверхности Полученные Работающими Сейчас Космическими Аппаратами Это Фотографии Серого Цвета Убеждают Нас Что Ударных Кратеров Ничтожно Мало Из Нескольких Сотен Просмотренных Мною Кратеров Попался Всего Один Крохотный Кратер Он Показан В районе 14 Минут Этого Фильма Который Уверенно Можно Отнести К ударным Остальные Явно Вулканического Происхождения Ну а вот Сейчас Возьму Большую Карту И Посмотрим Давайте Внимательно На Эту Карту Значит Вот Она Потихонечку Тут Двигается Сверху У нас Полис Он Тут За Индивил Снега Лежат Вот А По 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 Всей Поверхности Разбросаны Вот Эти Значит У нас Кратеры Они Все В общем Конечно Не Ударного А именно Валканического Происхождения Присмотритесь Пожалуйста Вот В центре Темное Пятно Вот Присмотритесь Здесь Внизу Обязательно Есть В центре Выделение Из Ну Какая-то Темная Субстанция Мы ее Видим Вот Здесь В самой Расщелины Этой Имеется И Смотрите Все Кратеры Они Конечно Неударного Происхождения Хотя бы Потому Что Они Круглые Они Образуют Окружность В центре Многих Этих Окружностей Находится Значит Находится Бугорок Горка Вот Тут С левой Сороны Вот Здесь Странности Какие-то Ну Тут Лава Бежала Наверное Вот Ниже Вот Здесь Под Левым Краем Вот Этой Расщелины Глубокой Вот Здесь На экваторе Раз Два Вверху Внизу Вот Я тут Ползаю По Поверхности Марса И Не Вижу Ударных Кратеров Они Все Буквально Все Значит Вулканического Происхождения Это Извержение Изнутри Вот Пожалуйста Не ленитесь Внимательно Внимательно Посмотрите Найдете Где-то Ударного Можете Мне Сообщить На Какой Минуте Этот Ударный Кратер Возник Значит Я говорю Горка В центре Это Признак Хороший Признак Того Что Выделяли Вот Вложенные Тут Раз Два Вот С левой Стороны Значит Этой Карты Больше Вот Вверху Еще Раз Два Тоже Четыре Уже Вложенных Ну Вот Эти Вот Появляющиеся Тоже А вот Огромный Самый Тут На С левой Стороны Самый Большой Тут Кратер Вложенный Тут Их Три Наверное То есть Извергалось В несколько Приемов Этот Самый Какой-то Вещество Определить Мы Не знаем Химический Состав Пока Хотя Кажется Уже Там Я Посмотрю Буду Говорить Об этом Так Вот Переместился Сюда В общем Так Ну Наверное Так Сейчас Еще Вниз Опустились Еще Вот Здесь Это Где У нас Это Уже С Правой Стороны Вложенные Кратеры Это В середине Тут Не вложенные Ну По крайней мере Из центра Что-то Как и на Луне На Луне Тоже Все Это Изнутри Какая-то Выделяется Газ Или Здесь Пыль Или Даже Покрупнее Какие-то Фрагменты Так Ну Что у меня Вот Я тут Крупно В конце Показываю Крупные Кратеры Самой Расщелины Так Внизу Ну ладно Достаточно Достаточно Все Шапка Так Включаю Расщелины